Здравствуйте туристы и милитаристы! Сегодня у нас как вы видите на кухонном тесте изображение немножко будет подальше помельче все почему все потому что вот этот вот молодец он не помещается нормально в кадр если его брать именно с такого расстояния как я обычно приближаю максимально приближая к разделочной доске картинку и так нож dv2 производства кизляр предоставлен компании кизляр общая длина красавца 365 миллиметров длина клинка 235 миллиметров ширина клинка 39 миллиметров толщина по обуху 5 и 4 миллиметра и вес этого чуда 470 грамм один из немногих ножей про которых я могу сразу сказать что этот вес в пол кило он абсолютно оправдан и вообще не знаю у меня как какая-то вот последние дни на меня какое-то наваждение нашло почему потому что я понимаю что для леса но действительно нужен нож там ну небольшой какой-то или или какой-то скажем большой но все-таки не такой не такой здоровый но как я уже говорил это нож который я могу сказать именно что вот он реально для настоящих сильных крепких духом и телом мужчин он очень очень мощный и в нем в каждом из его четырехсот семидесяти граммов полно вот той самой ножевой магии которую я иногда упоминаю что это именно магия я я не могу не на него налюбоваться вот все вот эти дни а тема сегодняшнего нашего кухонного монолога будет бп не любимое животное александра под название боевые пудели а большой скажем конец будем корректно сегодня в общем какая-то катастрофа какой-то какой-то апокалипсис на отдельно взятой территории там в случае кого-то вируса какой-то катастрофы техногенной или природные катастрофы случае захвата какой-то территории внешними врагами кстати вот этот вот вариант бп шикарно описал беркем аль-атами в своих книгах мародер и каратель и я еще раз рекомендую эти книги к прочтению это именно вариант когда территория россии была захвачена внешними оккупантами и как жители скажем отдельно взятого уральского города выживали как могли но несмотря на всю крутость и брутальность придется нашему dv2 нашему богатырю почистить картофеля и порезать здесь овощи то есть побыть обычным нормальным ножом первое что могу сказать у меня между посмотрите между средним и безымянным пальцем очень удобно встала гарда и именно так чтобы самым-самым началом режущей кромки можно было чистить картофель и я скажу конечно ребята за свои ощущения что я сейчас данный момент очень приятно удивлен почему я объясню потому что обычно большие ножи с широкими клинями с такими здоровыми клинями сразу же очень сильно напрягается вот это место предплечье из-за того что приходится вот выносить большой палец правой руки как-то ну неудачно неудобно далеко здесь такого ощущения нет но я конечно сразу говорю что будем учитывать что полукилограммовым ножом особо много картошки не начистишь но факт есть факт посмотрите тонюсенькая кожура очень аккуратно то есть в этом плане я прям я действительно удивлен я вот не пробовал надеюсь мне все верят что у меня нет каких-то там предварительных дублей все пишется с первого раза когда я разрубил этим ножом 8 полутора литровых бутылок с газировкой один из моих подписчиков один из моих зрителей задал очень интересный вопрос а сколько было попыток но я конечно в шутку написал что 8 было попыток но григорий 8 по полтора литра это будем считать сколько 12 килограмм 12 килограмм но честно сказать мне несмотря на то что я крепкий парень мне было бы тупо впадлу перед 12 и еще 12 для того чтобы было хотя бы две попытки то есть все такие тесты конечно пишутся с первого захода с первого дубля так что рука устанет если много чистить но если на супчик там как-то вот на уху то почему бы и нет я не знаю я хочу ваших комментариев я жду ваших комментариев на тему того в общем помогите мне этот нож как-то оправдать почему потому что я интуитивно понимаю что я бы с таким ножом пошел бы в лес я не знаю почему я не знаю нахрена он мне нужен такой здоровенный ну пошел бы наверное из любви к искусству просто так вот и бп также случается в масштабах всей планеты самый разнообразный сценарий голливуд нас постоянно к этому готовит то есть постоянно фильмы то про зомби апокалипсис то про нападение инопланетян то там про какие-то вирусы и прочее прочее ну я могу сказать так я допускаю мысль о том что вот такая вот ну глобальная катастрофа большой пиздец он может случиться все-таки вырвалась но пускай ничего страшного почему потому что ну конечно я не рассматриваю вот этих вот зомби перекачанных которые бегают быстрее чем спринтеры на олимпиаде там фильмах между прочим в очень классных фильмах я легенда и война миров z сами по себе фильмы но исключая те моменты что там зомбаки просто как я не знаю спецназовцы какие-то сами по себе фильм фильмы очень классный именно игрой главных актеров вылла смита и брэда пита ну реально спецэффекты там пятое-десятое также я как-то спокойно отношусь к нашествию инопланетян почему потому что мне кажется что если к нам прилетит кто-то умнее нас настолько умнее что вот он все вот эти световые годы преодолеет и высадится на какой-нибудь не прогулочном катере а действительно на серьезном каком-то космическом корабле до вариантов не будет нам с нами все равно все будет плохо но такое я тоже не исключаю потому что вселенная большая и скорее всего мы все-таки в ней не одни вот так вот под разговор я начистил пять картофелин посмотрите ребята очень очень хорошо неожиданно действительно неожиданно хорошо я такой пройти не ожидал я думал что придется как топором просто им действовать конечно выковыривать глазки такой длины клином то еще удовольствие но основная задача этого ножа не чистка картофеля это все понимают ну и одним словом всякое может случиться может случиться какой-то вирус может случиться апокалипсис какой-то именно сотворенный руками человека почему потому что я не удивлюсь если все вот эти птичьи гриппы свиные там лихорадки и прочая хрень это все проба пера группы товарищей так сказать объяснить это легко но он реально раскалывает посмотрите просто раскалывает картошку примут даже не разрезала расколол клубе потому что нас слишком много друзья мои планета как там боливар двоих не вынесет планета не такая уж и большая как нам кажется в общем один из вариантов вирус и скажем них не факт что он будет случайный вполне возможно что он будет сделано какой-то лаборатории луковица у нас сегодня малюсенькая поэтому будет вдвойне интересно и вот ладно если я кольцами то вообще не проблема на строгала на строгал ведь учитывая огромную вот эту вот длину клина на самом деле вот эта рабочая изогнутая часть режущей кромки она тоже здоровенная она обалденная и я могу сказать сразу вот этот чойл это не для мебели я в данный момент палец у меня просто автоматически на него встал гарда встала вот здесь вот между указательным и большим пальцем то есть что тоже очень удобно почему потому что на совершенно небольших ножах с гардой при приготовлении продуктов гарда больше мешается чем ну она она реально мешается здесь нет здесь очень все грамотно продумано и мне нравится что этот чойл он действительно не для красоты сюда палец влезает я не боюсь его порезать конечно резать лук сразу скажу это мазохизм 80 уровня с этим ножом именно потому что рабочая часть режущей кромки которая производит саму нарезку на очень далеко от руки плюс плюс 470 грамм в этом плане нож управляется с трудом с кольцами все гораздо проще нарезается все аккуратненько но опять же видите с такими вот сюрпризами это именно потому что нож очень большой то есть конечно сразу делаю вывод что такому ножу очень неплохо иметь какого-то совсем совсем небольшого совсем такого но с тонким обувь помощника именно для продуктов именно для продуктов ну война это понятно что там еще у нас может быть что я я может быть что-то и забыл напомнить в общем разные варианты есть б.п. так или иначе заключается в том что люди возвращаются к первобытному существованию они то есть идеальный большой пипец это отсутствие электроэнергии коммуникации не работают транспорт не работает медицины нет ничего нет я вам так скажу ну во первых конечно все знают что очень многие люди к этому прям целенаправленно готовятся я немножко почитал ради интереса буквально в течение одного дня один российский форум который вы прям целый форум он посвящен именно теме б.п. тому что делать там люди делятся опытом как из канализации добывать воду где вообще в городе добывать воду где в городе добывать пищу как остаться в живых и так далее так далее я вам скажу так что конечно почитав этот форум я очень сильно усомнился в психическом здоровье этих людей вот врать не буду при этом неудобно режет но неудобно причина все та же далеко очень очень далеко здесь даже дело не в весе а именно в том что у меня управляемость при нарезке действительно она теряется видите у меня то совсем тонкие дольки получается то толстые то есть тоже не стихия ну я за себя могу сказать так что я допускаю мысль о том что вот это вот может быть мне хватило одного дня вот как-то просто вот я задумался на эту тему я понял что случае действительно какого-то вот такого грандиозного кипиша куда бежать что с собой брать где прятать семью и близких с кем кооперироваться что делать и самое главное где я сразу же могу добыть оружие конечно незаконным путем ну помимо того рожи что у меня уже есть если успею а вот здесь самое интересное начинается помимо томата конечно томат идет у нас видите с явным проскальзыванием по кожице но дольки нарезаются ровно так вот многие люди готовятся реально готовятся помимо форумов я знаю что например на ebay есть такая вещь которая называется зомби кит на несколько дней это как бы набор всего-всего продается она в штатах в таких металлических ящиках то есть на случай какой-то катастрофы у вас есть там все под рукой там тушенка бла-бла-бла там целая не знаю он но нескольких уровней стоит немалых денег и покупает его мама не горюсь какой скоростью на самом деле очень много у них очень хорошие продажи почему потому что ну помимо зомби там еще случаются ураганы наводнение 5 10 и хорошо когда у тебя вот в подвале лежит вот такой зомби кит в одном огромном чемодане в металлическом собрано все для выживания абсолютно все включает туалетную бумагу спички тушенку дистиллированную воду 5 10 и размышляя на эту тему вот вторая помидора пошла гораздо лучше я понял что все это ерунда ребят если действительно богу будет угодно провести такую грандиозную чистку в наших рядах настолько грандиозную что там ну скажем останется в живых там 10 20 процентов населения планеты выживут не те у кого будет это мое мнение как бы я в этом смысле фаталист выживут не те у кого будет там зомби кит или больше оружия или острее ножи опять скользит видите реально приходится так немножко манипулировать выживут те кому повезет при первом скажем так ударе судьбы просто кому повезет а из тех кому повезет выживут просто те кто даже не спортсмены не военные нет просто те кто тупо сильнее духом даже не сильнее духом кто просто умеет как-то сконцентрироваться на важном то есть паракордовые браслеты они не помогут в этой ситуации но любой нормальный человек на случай небольшого пиздеца на случай какой-то вообще ну скажем ситуации до элементарно действительно там прорвало канализацию в ней там не знаю какие-то палочки нашли или там кита вредоносные бактерии просто ввели карантин жесткий карантин то есть соль спички и патроны по-любому должны всегда быть в квартире но скажем какой-то запас там свечи и пятну каждый сам для себя решает именно не с точки зрения кого-то бпп а с точки зрения именно ну просто вот знаете помните старое время я не знаю как сейчас старое время в каждой советской квартире обязательно были в определенном месте сложены свечи и спички почему потому что не было так развита система вот этих вот как назвать аварийных включений и время от времени вырубал электричество и все нормально к этому относились то есть вот в этом плане есть опыт людей которые пережили войну почему потому что ведь это реально я знаю на самом деле у меня у знакомых там например бабушка которая пережила войну умерла когда они у нее под кроватью нашли там просто несколько сотен по моему банок тушенки но почему потому что человека так шуганула в свое время как круг круто вот эта ситуация что он потом всю жизнь имел какой-то вот запас то есть я не говорю что плохо здесь у нас я честно говорю не получается какого-то теста по нарезке маринованной паприки просто потому что вы слышите этот звук просто ее продавливать но продавливать на сказать очень красиво и ровно то есть при этом нож заточен отлично почему потому что на разрубание бутылок он разрубил 8 бутылок чисто абсолютно что у меня на канале впервые до этого сенсей от суприма разрубил 7 бутылок полностью без остатка 8 бутылок разрубил только dv2 ну значит следующий будет разрубать уже 9 не будем останавливаться на достигнутом одним словом выживут те кому повезет а потом те кто кто просто вот как-то найдет себя в этом и если честно я лично подумав на эту тему я подумал что вы знаете на самом деле с одной стороны это конечно страшно это плохо это грустно с другой стороны я с каким-то даже не злорадством как бы сказать я подумал сейчас я вам скажу о чем я подумал представлю вам вот эту красавицу небольшую это у нас сегодня вместо курицы кто-то из вас ребята говорил что опорежка ты тыкву что тыква на самом деле режется очень ужасно что она такая твердая 5 10 у меня сегодня просто тупо нету курицы в меню и поэтому я решил заменить ее тыквой а с dv2 я надеюсь что мы какое-нибудь мяско повеселее придумаем именно крупными какими-то ломтями ничего себе реально трудно я могу сказать кстати говоря ну говорят что я тыкву саму вообще не ем не готовлю не умею готовить это мне юля просто дала задание разрезать тыкву ну то есть нарезать именно кусочки что она будет с ней делать я не знаю я не умею тыку готовить и и и так вот когда я размышлял на эту тему в голову мне пришла крамольная мысль вы знаете это в целом в целом это конечно очень плохо ну катастрофа какая-то а в частности может быть человечеству дано будет выжить в принципе почему потому что если останется один из десяти живых один из ста живых то люди может быть перестанут гробить дом в котором они живут потому что при той при тех раскладах которые у нас сейчас происходит на земле нашей планете на мой взгляд совсем недолго осталось жить потому что люди ее слишком уж слишком уж усердно убивают ну ты как как тыква честно говорю я не разбираюсь мякоти вырезаю и очищу вот так вот от кожица на самом деле твердая не порезаться бы ничего себе уго и если у нас останется действительно один из ста то есть я даже ну как сказать я не 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 бронирую себе заранее билет в этой группе выживших почему потому что опять же здесь как доведется доведется выжить будешь бороться за свое место под солнцем конечно просто так лапки не будешь поднимать но они доведется значит значит судьба такая что делать и наконец-то закончу свою мысль может быть есть в этом свой какой-то прикол если снова будут востребованы будут цениться люди которые скажем человек который реально силен не физически а реально духом силен он будет значить больше чем тот у которого больше налей в банке когда-то было может быть человек который умеет лечить животных в том числе лошадей в первую очередь лошадей коров там овец он будет весить гораздо больше чем человек который я не знаю там играл за челси но человек который умеет пахать землю то есть изначально какие-то вот эти вот ценности он будет значить для выживания своего скажем рода своего тейпа там я не знаю как угодно назовите гораздо больше чем человеку которого там не знаю папа был олигархом то есть вы наверняка я хочу ребят чтобы вы поняли это не совсем бредовые идеи я не собираюсь здесь устраивать революцию восстание обезьян и прочее прочее нет но так у нас как-то вот сейчас устроена жизнь что иногда думаешь ну конечно это плохо но с другой стороны может быть и неплохо было бы вот обнулить счетчик чтобы люди действительно вдруг приобрели важность те кто действительно умеет охотиться кто действительно умеет добывать пищу они те кто умеет просто у меня простите за грубо слово вот я по-другому не могу сказать не те кто умеет просто наябывать других но в межпланетарных масштабах я надеюсь что к этому времени женщины интеллигентные люди и маленькие дети уже устали смотреть это видео остальные меня не сдадут поэтому но я другого слова не смог найти действительно то есть то есть вот как-то так когда откроется но что-то вот именно настоящее в людях люди перестанут бухать люди перестанут ходить в казино перестанут я не знаю блин играть компьютерные игры заниматься всякой хернёй люди нам наконец-то займутся прямым своим делом выживанием не выживанием по методу beer грилса а реальным выживанием и вот этот вот нож это именно не нож выживание какого-нибудь там знаете диванного выживальщика который пошел там не не знаю на три дня в поход и вот он мама папа я пошел выживать если что позвоню а нет человеку которого нет другого будущего кроме как выживать огромная просьба тем кто не смотрел есть шикарнейший фильм документальный про жителей одной деревни на берегу енисея называется он хорошие люди состоит у нас четырех серий я вот просто не просто рекомендую я очень прошу ребят кто не смотрел посмотрите обязательно этот фильм этот фильм он просто он просто офигенный он реально раскрывает глаза на нормальных людей на он скажем так я когда его посмотрел я понял что ну не все так плохо если есть такие люди на земле значит богу еще есть за что-то нас любить и жалеть и давать нам шансы какие-то какие-то вот авансы нам давать хорошие люди четырех серийный фильм про охотников промысловиков и вот этим людям по факту им вообще похеру на всякие апокалипсисы потому что они не зависят от апокалипсис они сами по себе они молодцы ну что вот такие мои мысли были на тему большого пиздеца извиняюсь за не цензурщину потому что это как бы именно определение это устоявшийся термин нож показал себя двояко работать было не очень конечно комфортно но для такого веса и такой длины очень даже почему же то есть свою работу по какому-то приготовлению пищи каком-то далеком походе этот нож сделает с учетом того что приготовление пищи вот какая-то такая вот культурная нарезка это не его работа вовсе он сделан совершенно для других целей в том числе для убийства и обязательно посмотрим что с ним будет и как дальше на улице я думаю что с мясом там с курицей тоже как-нибудь решим тыква ну я не сказал бы что там какой-то экстремальный овощ просто вот да да достаточно такая тугая здесь кожура жду ваших комментариев жду ваших мыслей на тему bp на тему апокалипсиса кризиса и прочего и прочего спасибо за просмотр всего доброго